Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Российских граждан, которые еще не вышли на пенсию, а только готовятся к этому событию, предупредили насчет выплат. Людям рассказали, что необходимо сделать в это важное время, чтобы не потерять лишние деньги. А задуматься об этом необходимо еще за месяц до наступления пенсионного возраста. Многие граждане в нашей стране полагают, что обращаться за назначением пенсии необходимо только после того, как человек достигнет соответствующего возраста. Например, в прошлом году пенсии по старости назначали женщинам 1960 года рождения и мужчинам, родившимся во второй половине 1965 года. В этом же году, по привычному пенсионному возрасту, на пенсию никто выходить не будет, поскольку так будет действовать переходный период в рамках пенсионной реформы. Однако пенсии все равно будут назначать. Так, при наличии нужного объема северного стажа, женщины смогут обратиться за пенсией уже в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. То есть речь идет о гражданах 1963 года рождения и моложе. Лучше не тянуть с этим вопросом, а подавать заявление в новый социальный фонд заранее. Ведь пенсию будут назначать не со дня рождения, а с той даты, когда человек обратится за выплатой. Поэтому если обратиться за ней позже, можно потерять в деньгах. Чтобы не было такой бессмысленной потери денег, лучше всего обращаться в социальный фонд России заранее и по-другому в данном случае никак. Например, если право на получение пенсии у человека возникает в апреле, то обратиться за выплатой и оформить все документы можно уже в марте. Тогда все документы проверят, а выплату назначат со дня рождения. Также можно сделать это в любой другой день месяца, когда у человека появится право на получение выплаты. Ставьте лайк, если считаете, что сейчас необходимо дополнительно повысить пенсии всем пенсионерам и напишите, какой, по-вашему, должна быть пенсия сейчас, чтобы пенсионеры ни в чем не нуждались.